В годы войны 45 тысяч артистов провели на фронте для бойцов Красной Армии полтора миллиона концертов. Их достойными преемниками сегодня являются актеры молодежного театра «Крылья». В канун 73-й годовщины Великой Победы они дали на территории Жаворонковского сельского поселения около 10 представлений. Одно из них у мемориала «Живые камни памяти и скорби» в деревне Салманово. Очень значимое место, наверное, самое значимое в этой деревне, самое уважаемое место. Я не удивлен, я рад отношению к нему. Вот практически прошел год, 22 июня, в День памяти и скорби мы его в том году открыли, в 2017 году. Здесь всегда чисто. Нет ни мусора, никто не бросит. Есть где-то вот какая-то помарочка, обязательно либо поправят, либо придут, попросят. Очень уважаемое место, очень любимое всеми. Ну, оно, собственно, и украшает, и пруд наш Салмановский известный, значит, и вот этот памятник. Здесь собираются люди. Ну, я чувствую поддержку и поселения, и района. Возложить цветы к монументу приехали представители регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» и руководители районного штаба «Молодой гвардии». Стала уже добрая традиция в преддверии празднования Дня Победы проводить в Одинцовском районе выездные агитбригады театра-студии «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой. И администрация Одинцовского муниципального района, и глава района, и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, все очень активно поддерживают проекты по сохранению исторической памяти, по патриотическому воспитанию молодежи. Все сотрудники театра «Крылья», сторонники партии, гордятся своим участием в социальных и патриотических проектах. Считаю, что агитбригада – это сейчас, наверное, такой самый значимый, самый успешный культурный патриотический проект, реализуемый в настоящее время Московской области. Хочу отметить грамотную работу местного отделения сторонников партии, а всех граждан России поздравить с величайшим праздником. Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Счастья вам, мира и добра. Мемориал в Салманово является своеобразным каменным триптихом. Его центральная часть посвящена погибшим на фронте землякам. Левый камень – солдатам, вернувшимся с войны живыми и труженикам тыла, а правый – всем воинам, когда-либо защищавшим Россию от врага. В центре 10 имен. Обращают на себя внимание фамилии сразу трех Лощовых, трех Николаев. Первым, в самом начале Великой Отечественной, под Смоленском погиб старший Николай Филиппович. Это мой дед, Лощов Николай Филиппович. Даже вот меня назвали в честь его. Вот он до этого тут жил, был председателем колхоза, вот на этом месте был колхоз, был председателем. Ушел добровольцем на фронт и погиб в 41-м году под Вязьми. Замечательная традиция проезжать в канун Дня Победы агитбригадой по Одинцовскому району родилась несколько лет назад. И сегодня без фронтовых концертов Молодежного театра «Крылья» представить 9 мая уже почти невозможно. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.